В Шадринске состоялась традиционная ярмарка пасхальной изобилия. В последний день Великого Поста и канун Светлого Христового Воскресения горожане смогли сделать необходимые покупки к праздничному столу, пополнить домашние запасы и просто поднять себе настроение, окунувшись в радостную ярмарочную атмосферу. Продукты, без которых нельзя представить праздник Пасхи, были освящены протеереем Шадринского храма Воскресения Славущего отцом Василием. На ярмарке представили свою продукцию не только производители Шадринска и Шадринского района, но и ближайших городов и областей Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, а также Хантамансийского автономного округа. Более 45 розничных предприятий, товаропроизводителей и представителей личных подсобных хозяйств. На украшенных прилавках под открытым небом главным продуктом были пасхальные куличи. Их на ярмарке было целое изобилие. Секрет вкусного кулича мы узнали у прилавка столовой СССР. Вкуснейший рецепт, конечно, в закладке. Там у нас изюм, там у нас сливочное масло, там у нас молоко, поэтому и надо обязательно заводить на опаре. Тогда будет все очень вкусно. Дрожжи нужно, чтобы они заработали. Для этого нужно их предварительно с сахаром и мукой, жиденькую завести массу, она немножко подымается, а потом все основные ингредиенты. Так как в куличах идет очень много сдобы, то есть много масла, много яйца идет и много, чего еще, изюма. Это все компоненты тяжелые, поэтому без опары тесто не подымается. Для тех, кто не очень любит куличи, на ярмарке всегда представлено большое количество десертов и полезных сладостей. Например, продукты пчеловодства из Макроусовского района. Сотовый мед, он очень полезный, он сохраняет свойства, он нетронутый. Пчела, когда запечатывает рамку, вот эту пленочку, она выделяет специальный фермент, которого в меде даже нет. Когда соту жуешь, полезно это очень для зубов, для десен, для горла, для носа, для дыхательных путей. При гаймориде также сотах мед полезно жевать. Вот воз натуральный, то есть пчела сама вырабатывает, его даже можно проглотить, это все полезно. Кроме того, с нами поделились, как выбрать лучший мед, чтобы наслаждаться его вкусом долго. По запаху, по аромату, то есть вот когда баночку открываешь, должен очень быть ароматный мед. Это первый признак. То есть если запаха нет, значит это уже вызывает подозрение. Творожные пасхи, расписные шадринские пряники, продукты к праздничному столу, кулинарная продукция. Это и многое другое покупали шадринцы в канун праздничных дней. Кроме того, на прилавках было достаточно изделий народных промыслов и детских игрушек, а также большой ассортимент саженцев, деревьев и кустарников. Чтобы выбрать хорошее дерево, это надо любить землю и прийти с хорошим настроением. А чтобы выбрать деревца, это что должно быть? Прежде всего, должен быть крепкий саженец. Этому саженцу три года. В этом году он уже начинает свистеть, но все цветочки надо обрывать. Надо ждать очень многие моменты, которые повлияют на будущий урожай. Садовод – это образ жизни. Если человек любит растения, приходит с настроением, и он сажает, когда он разговаривает с растением, это очень важно. Вот когда человек улыбается, приходит, уже понимает, что это наш человек. Праздничное настроение посетителям подарили и участники заслуженного коллектива народного творчества хора русской песни «Лад» под управлением Людмилы Федоровой. В преддверии Светлой Пасхи, помимо продуктов, все получили хорошие эмоции.